Девушки отдыхают Каждый двор, как портал ВАД, известный столичный блогер, поделился впечатлениями от прогулок по Нижнему Новгороду. Памятники по рублю нижегородские объекты культурного наследия выставляют на аукцион по неслыханно низкой цене. Невиданная изворотливость. В Нижнем Новгороде живет человек-змея. Благодаря своей невиданной гибкости он демонстрирует уникальные трюки. Возможности человеческого тела безграничны. Нижегородец Алекс Калашников, известный также как человек-змея, это доказал. 30-летний мужчина обладает просто поразительной гибкостью. Садиться на шпагат, выворачивать руки и ноги, придавать своему телу любые формы для Алекса, это не проблема. Но, как говорит он сам, эта неврожденная способность всего удалось добиться упорными тренировками. Юлия Калинина получила персональный мастер-класс от одного из самых пластичных людей на Земле. Завязать ноги узлом за головой, при этом еще встать на руки и несколько раз подняться. Для большей части населения планеты это просто невозможная вещь. Для Алекса Калашникова обычная часть ежедневной разминки. С шести лет молодой человек занимается различными видами спорта, но на такие удивительные свершения в области развития пластики его сподвиг знаменитый актер и по совместительству мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дам. В шесть лет впервые увидел по телевизору с Ван Дамом кикбоксера кровавый спорт. Это в моей голове очень сильно закрепилось, потому что нравилась его пластика, как он ногами работает, растяжка. И хотел так же. И в боевые искусства привело в кроты. Ну и все это дело потом в региональное трюковое кино. На самом деле Жан-Клоду Ван Даму даже с его знаменитым автомобильным шпагатом есть чему поучиться у Алекса. Нижегородский человек-змея – один из шести самых гибких людей на планете. Он выполняет разные по сложности трюки. Шпагаты тоже входят в их число. Вот, допустим, мы сели в подойный шпагат. Вот что из этого можно делать? Полбородком вот сюда. Это не предел, в принципе, потому что я трюки буду усложнять. У меня в 50 только рассвет моей молодости будет. Покажу совершенственные вещи. В 60 буду держаться на этом же уровне. В 80 еще удивлю. Своё главное хобби и дело жизни Алекс превратил в свою работу. Помимо того, что он выступает на корпоративах и вечеринках, он еще проводит занятия для желающих развить гибкость. И даже снимается в кино в качестве каскадера. Вот фрагмент фильма «Желтое облако», снятого в 2010 году в Нижнем Новгороде. Секрет уникальной гибкости Алекса в ежедневных тренировках. В среднем по 2-3 часа. Кажется, что к 30 годам мужчина уже и так растянул свое тело по максимуму. Чтобы добиться такой же феноменальной гибкости, какой добился Алекс Калашников, нужно, как в случае с балетом или профессиональным спортом, начинать заниматься с самого детства. Впрочем, даже если вам уже далеко за 18, это не значит, что все шансы потеряны. Начать растягивать и развивать свое тело, в принципе, можно в любом возрасте. Главное – правильно составить программу тренировок и понимать, что процесс этот постепенный. Сейчас я, человек абсолютно физически неподготовленный и неспортивный, попробую сделать простейшее упражнение. Поможет мне в этом Алекс. Давай с руками попробуем. Угу. Вот, что я показываю. Угу. Опускаемся. Да, опускаемся. Должно получиться. Я посмотрю, возьми вот тут. Пролезть сквозь сомкнутые в кольцо руки, увы, так и не вышло. Что ж, попробуем выполнить другой трюк. Чтобы руки до пол доставали, да? Ага. Ну, пробуем. Нет, гибкость, судя по всему, не мой конек, но, с другой стороны, мне есть к чему стремиться. Как говорит Алекс, он не испытывает абсолютно никакой боли, когда выполняет свои трюки, хотя некоторые из них очень даже опасны. Например, при выполнении следующего упражнения может вылететь колено из сустава и порваться шейка бедра. Специальный эксклюзивный трюк впервые для вашего телепонала. Помимо самых опасных трюков, которые заставляют суставы хрустеть, окружающих широко открывать глаза от удивления, у Алекса есть и весьма безобидные увлечения. Например, в свободное время он учится писать ногами. Как говорит молодой человек, это тоже развивает гибкость и моторику. На то, чтобы написать длинное название нашего телеканала, ушло чуть больше минуты. Первому городскому от Алекса Калашникова. А вам так слабо? Юлия Калинина, Алексей Корякин, Служба новостей город.